Всем привет! С вами Александр Чернов и вы смотрите 362-й выпуск еженедельного новостного дайджеста от редакции сайта playground.ru. Главные темы. Продолжение хорошей стратегии во вселенной Warhammer 40 000. Несколько новостей из раннего доступа Steam. Информация о музыке для Cyberpunk 2077. Еще мы глянем на релизы следующей недели, вспомним космическую стратегию 10-летней давности и пройдемся по блогам наших пользователей. А перед тем, как мы начнем, хотим сделать маленькое объявление. На нашем сайте стартовала, так сказать, криминальная викторина, относящаяся к играм на эту тему. Викторина приурочена к скорой российской премьере фильма «Охота на воров», в которой банда грабителей собирается обчистить Федеральный резерв США, прямо как в GTA 5. Фильм выйдет 8 февраля, а наша викторина связана с популярными играми с похожей темой. Главный приз – противоударный накопитель объемом в 1 терабайт. Ссылку вы найдете в описании дайджеста. Принять участие может любой желающий. Ну а мы переходим к новостям. Эта неделя принесла приятную новость поклонникам стратегии и вселенной Warhammer 40.000. Состоялся официальный анонс-продолжения Battlefield Gothic Armada. Если вы помните, первая часть обладала удачной концепцией. Впрочем, в ней были и свои недостатки. По словам разработчиков, сиквел станет намного лучше, масштабнее, амбициознее, грандиознее. Нам обещают провести хорошую работу над ошибками. Например, уже на релизе в состав игры войдут все 12 фракций из оригинальной настолки. Это Имперский плот, Космодесант, Адептус Механикус, Некроны, Хаос, Корсары Эльдар, Крафтворлды Эльдар, Темные Эльдары, Торговые и Оборонительные плоты Тау, Орки, Третий Ведьмак, а также Тираниды. Сюжетной основой игры служат свежие сценарии из вселенной Warhammer 40.000. Например, нам обещают показать события 13-го Черного Крестового Похода и Грядущего Шторма. Игроков ждут масштабные и грандиозные битвы, улучшенные сетевые режимы и исправленный баланс, а также гораздо больше опций по кастомизации кораблей. Первая презентация игры для прессы состоится в феврале. Также можно ожидать появления новых подробностей. Релиз состоится уже в этом году на ПК. Продолжаем космическую тематику. Создатели замечательной стратегии Endless Space 2 анонсировали дополнение для своей игры. Называется оно «Затворники». Появление новой цивилизации всегда открывает новые игровые возможности. Затворники умеют телепортироваться и могут использовать легендарный ковчег для колонизации. На стороне «Затворников» выступают собственные герои. Они располагают уникальными технологиями и зданиями. На их стороне выступает младшая цивилизация «Сестры Милосердия». Само собой, у «Затворников» есть собственная глобальная задача – узнать правду о своих богах. Также дополнение добавит в игру новые экзотические боевые модули, а также особую дипломатию, благодаря чему вы сможете вести переговоры с представителями пиратов. Также на этой неделе состоялся анонс новой песочницы на выживание. Называется она «Memories of Mars». Судя по описанию и трейлеру, игра повторяет геймплейные формулы Rust, Conan Exiles и похожих игр. События игры разворачиваются в начале 22 века. По сюжету, Марс когда-то был довольно популярной планетой, но теперь он заброшен. На поверхности обитает лишь небольшое число выживших. Колонизация не состоялась. Игрокам выпадает роль свежего клона, чья продолжительность жизни ограничена регулярными смертельно опасными солнечными вспышками. Они достигают поверхности Марса каждые несколько недель. Игрокам предстоит выживать на пустошах Красной планеты, а также исследовать ее поверхность. Кроме того, придется строить жилые комплексы, отражая атаки местной необычной фауны, справляясь с угрозами окружения и сражаясь с другими клонами. Ранний доступ начнется весной этого года на персональных компьютерах. Раз уж мы вспомнили игру Rust, стоит упомянуть, что совсем скоро она наконец-то покинет ранний доступ. Кажется, она провела в нем целую вечность. Впрочем, даже вечность заканчивается. Релиз запланирован на следующий месяц. Это, впрочем, вовсе не означает, что Rust достигла идеально безупречного состояния. В официальном блоге создатель Гарри Ньюман попросил не сравнивать Rust с другими законченными играми или с какой-нибудь идеальной версией Rust из вашей головы. В общем, сравнивайте ее с тем, чем она была на момент выхода в раннем доступе. Иными словами, игра далека от завершения. Впрочем, важным изменением по сравнению с ранним доступом станет цена, которая возрастет более чем в полтора раза. Так что, если вы хотели приобщиться к сообществу Rust, сейчас самое время это сделать. Выход релизной версии состоится 8 февраля. А вот антиутопическая игра We Happy Few из раннего доступа все никак не выйдет. То есть, она должна была это сделать 13 апреля. Но разработчики объявили о том, что в этот день релиза ждать не стоит. Состоится он только летом. По словам разработчиков, в игре полно смешных, странных и запоминающихся моментов. Но первые два часа сюжетной кампании не дотягивают до общего уровня качества. Именно поэтому разработчики принялись изменять вступительную часть игры, чтобы быстрее вовлечь игрока в действие. При этом наравне с главным героем Артуром появится еще один играбельный персонаж – Салли. На момент полного релиза игра будет доступна на ПК и консолях. А вот PlayerUnknown's Battlegrounds из раннего доступа, как помните, уже вышла. Если вы не в курсе, создатели игры заявили, что ближе к концу года они даже выпустят версию 2.0. Какой она будет, как оказалось, никто не знает. Даже сами разработчики. По их словам, они видят игру как бесконечно эволюционирующий онлайн-проект. У них попросту нет четкого расписания на будущее. Все, что они собираются делать в ближайшее время – улучшать и доводить до ума текущую версию. Кроме того, планируется улучшить соревновательную сторону игры. Иными словами, после выпуска релизной версии разработчики не имеют точного расписания дальнейших действий. Сейчас они сосредоточены на том, чтобы оставаться как можно более гибкими и выпускать актуальные апдейты, вместо того, чтобы устанавливать конкретные цели. Конечно, регулярные апдейты, улучшение производительности и балансные правки – это прекрасно. Но главная проблема игры – засилье читеров. По этой части предстоит еще очень много работы. Заранее раскритикованная всеми подряд игра Metal Gear Survive потребует постоянного подключения к интернету и содержит микротранзакции. Об этом рассказала Konami. В компании заявили, что игре требуется постоянный онлайн, чтобы она могла предоставить игрокам бесшовное переключение между синглплеером и мультиплеером. Кроме того, это позволит разработчиков без промедлений выпускать новые апдейты. Еще одна деталь заключается в том, что Metal Gear Survive будет содержать микротранзакции и магазин, в котором игроки смогут приобретать виртуальную валюту. Монеты можно купить за реальные деньги, либо зарабатывать непосредственно в геймплее. Что касается продолжительности, то пройти Metal Gear Survive можно будет за 15-20 часов. При этом в ней есть кооператив и мультиплеер. Кстати, мы уже сыграли в бета-версию и составили свое впечатление. Пока оно не самое лучшее. Посмотреть наше видео об игре вы можете, перейдя по ссылке в описании дайджеста. Разработчики Battlefield 1 объявили о том, что четвертое дополнение под названием Apocalypse станет доступно уже в этом феврале. Это намного раньше, чем можно было бы ожидать. С 1 февраля дополнение станет доступно владельцам сезонного абонемента. В его состав войдут новые сражения Первой мировой. Это Пашендаль, Капоретто и Сома. Всего дополнение добавляет 5 новых карт. Три из них будут сосредоточены на классических сражениях с использованием всех видов войск. А еще две созданы специально для режима воздушных боев. В дополнение игрокам также станут доступны новая техника, оружие и устройства. Например, штурмовик получит зенитное ружье, которое позволит пехотинцам помогать пилотам, нанося серьезный урон вражеским аэропланам. Пока все мы с нетерпением ждем подробной информации о Cyberpunk 2077, стала известна некоторая информация о игровом саундтреке. Оказывается, его написанием занят Брайан Монтия, американский барабанщик, игравший с такими группами, как Guns N' Roses и God Flash. О своей работе над Cyberpunk 2077 Брайан рассказал в отдельном интервью. По его словам, разработчики стремятся создать для игры настоящий саундтрек будущего. CD Projekt ищет музыку, которую люди еще не слышали, такая, которая бы играла в 2077 году. Брайан добавил, что вовсю экспериментирует над звучанием игрового саундтрека. Похоже, нас ожидают футуристичные, ни с чем не сравнимые звуки. Кроме того, известно, что над саундтреком игры также работает Мелисса Рис. У нее есть богатый опыт создания музыки для видеоигр, включая Bloodborne и Infamous Second Son. Помните демку хоррора Silent Hills от Хидео Кодзимы? Тук, которая называется P.T. и которую потом удалили из магазина PlayStation. В свое время она наделала немало шума, очень быстро собрав более миллиона загрузок. К сожалению, тогда она так и не добралась до ПК. Теперь эта ситуация изменилась благодаря энтузиастам. Их стараниями на ПК появились сразу два прототипа P.T. Их цель одинакова – перенести на компьютеры игровой опыт от демки. Первый прототип воссоздает демку на Unreal Engine 4. Второй прототип получился несколько иным. Вместо того, чтобы разрабатывать ПК-ремейк демки с нуля, автор экспортировал доступные ресурсы из версии для PlayStation 4, а потом использовал их в своей работе. На новом движке он лишь переделывает такие элементы демки, как текстуры и анимации. В описании дайджеста вы найдете ссылки на оба прототипа. Можете посмотреть, что там к чему. Ну а мы переходим к релизам ближайших дней. 1 февраля в раннем доступе выйдет военный шутер Battalion 1944, о котором мы уже рассказывали в наших дайджестах. Это олдскульный мультиплеерный боевик о сражениях времен Второй мировой войны. Ключевое слово – олдскульный, потому что его создатели очень недовольны тем, как развиваются современные шутеры. Игра должна напомнить классические части Call of Duty. По крайней мере, так нам обещают. Видимо, это обещание очень понравилось аудитории, которая в свое время профинансировала создание игры всего за три дня. В раннем доступе она будет содержать базовый контент, который планируется расширять, постепенно приближая игру к релизному состоянию. Что ж, олдскульные шутеры – это хорошо. Очень скоро мы узнаем, насколько большой потенциал скрывает Battalion 1944. А 2 февраля в Стиме официально выйдет игра по мотивам Half-Life. Называется она Hunt Down the Freeman. Разумеется, Valve не имеет к ней никакого отношения. Поначалу это была фанатская модификация для Half-Life 2. Среди ее замечательных черт оказался странный сюжет, нелепые эффекты и даже украденная карта из Гарри's Mod. Впрочем, модификация была полностью переработана с участием другой команды и теперь стала полноценной игрой. Valve даже решила официально распространять игру через Steam. Сюжет рассказывает о миссии бойца спецподразделения, которая прерывается вторжением пришельцев. Что будет дальше, мы узнаем уже 2 февраля. 10 лет назад, зимой 2008 года, вышла космическая стратегия Sins of a Solar Empire, которую отлично знают все поклонники жанра. В конце концов, такие игры выходят довольно редко. Отличие этой игры от других заключалось в том, что она, по сути, была стратегией в реальном времени. То есть никаких пауз и никакой пошаговости. При этом масштабы здесь были огромные. Большая карта галактики, целая куча технологий для исследования, колонизация. В общем, весь набор из хорошей космической стратегии. И все это отлично работало в реальном времени. Дело в том, что у игры был довольно медленный темп, который позволял как следует подумать над происходящим. Те же битвы между кораблями происходили довольно медленно, и это даже делало их по-своему эффектными. Игра не содержала какой-либо сюжетной кампании. В ней была лишь базовая завязка. Но доступные фракции можно было развивать в разных направлениях, что делало игру довольно вариативной. В общем, если вы любите космические стратегии, то Sins of a Solar Empire наверняка есть в вашей коллекции. Переходим к пользовательским блогам. Начнем с потрясающего поста о культовых разработчиках и их главных творениях. Автор не поленился и проделал огромную работу, собирая самую интересную информацию. Например, вы сможете узнать о любопытных моментах, связанных с разработкой Max Payne. Ссылку вы найдете в описании дайджеста. Второй пост опровергает утверждение о том, что играть на консолях дорого и гораздо выгоднее иметь игровой ПК. Уверен, что с этим многие начнут спорить. Хотите узнать аргументы за консоли? Ссылку вы найдете в описании. Заходите, читайте и комментируйте. Ну а мы пока прощаемся с вами. Удачи и до встречи на Playground.ru